Ты еще не подписался на телеграм-канал? Тогда советуй это сделать. Тогда ты будешь в курсе всех новостей, которые не упоминаются ни на одном из источников. Какие видосы планируются, что я буду выпускать, чем занимаюсь в данный момент, ну и просто есть возможность со мной поболтать. Так что подписывайся обязательно, ссылка в описании. Ну что ж, всем привет, дорогие друзья, с вами снова я, Даналя, и сегодня у нас очередное видео по обновлению в Star Stable Online. Посмотрим, какие же новые или все-таки обновленные фризы приехали на Юрвик, какие сеты у нас продаются в глобальном магазине, новая таблица рейтингов, ну а также поговорим о том, что ждет вас на следующей неделе. Так что устраивайтесь поудобнее или же седлайте своих коней и поехали! Хочется купить лошадок, а в кармашке не гроша? Сообщество Royal Bullets Star Stable Company предлагает тебе свою помощь. Здесь можно пополнить абсолютно любой аккаунт Star Stable Online, в том числе и рус-аккаунты, да еще и по самым вкусным ценам. Спеши закупиться старкоинцами и купить себе много лошадок по ссылке в описании. Получается, что я практически второе видео по обновлению, да, второе видео подряд по обновлению на этом фризе и практически в одинаковом облике я сегодня поменяла только жакет, потому что нам завезли новых или обновленных фризиков. Давайте же мы их посмотрим. Обновление вышло вот буквально только что, буквально час, по-моему, назад и давайте его посмотрим. Напоминаю, что предыдущих фризиков, то бишь тот фриз, на котором я сижу, их переместили. Переместили, переместили очень далеко, по-моему, в деревушку полумесяца, а сюда поставили новых красавцев. Итак, фризская лошадь третьего поколения. Все-таки фризская, да, фризская лошадь, а это у нас Юрвикский фриз. По сути, две как будто бы разные породы. Фризская лошадь третьего поколения, сила, дисциплина, скорость, выносливость 1, гибкость 2, стоимость 950 старкоинцев. Завезли ее изначально в семи вариациях мастей. И почти все они вороны, просто с разным потоном. И божечки, это очень прекрасная новость, потому что иногда то, что лошадь ворона, не значит, что ее сможет полюбить человек, который скупает всех вороны лошадей. Нет, вот что-то ему может в ней не понравиться. Зато с фризом такого не случится. У нас есть, я так, насколько помню, фриз с синим таким потоном, коричневым потоном, просто черный матовый. Потом есть вот такой вот, если честно, я не знаю, кто это. Это не бурый? Соловый? Кто это? Нет, это не соловый. Кто ты такой? Ребята, я не знаю, честно, какая это масть. Я забыла и даже вспомнить не могу. Так что напишите обязательно комментарий, что это за красавчик. Потом вот такой все-таки, я думаю, уже саловый. Не похож он на Игреневого. Еще один вороной, но вот с такими вот серебристенькими волосиками. Очень симпатичный. Он мне нравится. Покупать я его, правда, не буду. У меня совершенно другой фаворит. Но он все равно очень классный. И последний это, казалось бы, один в один, как вот этот. Они абсолютно одинаковые. Но нет, разница есть. И она скрыта на лбу. Если вы сделаете любую короткую прическу без челки, вы сможете увидеть у него на лбу звездочку. Точнее, даже овальчик. Маленькое белое пятнышко. И вот это и есть то единственное отличие, различие между вот этими двумя красавцами. Что по прическам? О, причесок здесь очень много. И все они классные. Давайте посмотрим. Наша базовая прическа. Очень длинная грива с пышным хвостом. Но, если честно, мне она не нравится. Выглядит как очень большое количество маленьких черных ниточек. А я такое даже на игрушках не люблю. Но, в принципе, смотрится прикольно. Вот эта грива даже смотрится, по моему мнению, лучше. Она короче. Челка остается такая же. Но у нас на хвостике появляется косичка. Длинная коса не осталась без внимания. Она стала более детализированной. Смотрится очень симпатично со всех сторон. Также на хвостике остается коса. И большое количество косичек уже на шее тоже. И в том числе на лбу. Так что, если вы любите какой-то рольный момент, что у вас какой-то выставочный или спортивный фриз, то вы хотите сохранить волны на его шевелюре, заплетайте его в косы и не забывайте ухаживать за ними. Следующая стрижка просто бритый фризик. Очень все равно красивый. Мне нравится. Хотя и непривычно. Но он настолько живой сейчас, что вот это вот отсутствие гривы его не портит. Следующая прическа ирокез с челкой. И у нас, к сожалению, только один ирокез. Жалко, что нету без челочки. Нет, все-таки одна единственная вариация ирокеза с челкой. Но, тем не менее, безумно красивый получается вороной пегасик. Шишки. Шишки тоже у нас почему-то одна вариация с косичкой на хвосте. Я лично не особо любитель этой вариации, но для меня это не так критично. Но я знаю людей, которые терпеть не могут вот эту косу на хвостике. Поэтому их будет жутко это колоть, что, мол, красивые шишки на шее, а на хвосте вот эта вот косичка. Корешка очень красивая, симпатичная. И мне нравится, что сама корешка относительно ровненькая. То есть она прям, скажем так, не идеально ровная по линейке, пострижена. И вот такая вот овально-миндалеринная челочка. Прям очень сильно нравится, такая симпатичная. И прям подчеркивает некую миловидность данной породы. Ну и последние две прически. Это у нас шишки с челкой, но уже без косички. То есть вы видите, у нас есть шишки без челки, но с косичкой. И у нас есть челка с шишками и без косички. Разработчики, по-моему, вы что-то перепутали. Можно, пожалуйста, поменять местами и сделать, к примеру, шишки без челки и без косички. А к шишкам с челкой добавить косичку на хвост. Мне кажется, это будет более оптимальный вариант. И последняя прическа, которая ранее считалась эксклюзивом причесок хаффлингеров. Это вот такое вот красивейшее плетение. Будет лучше видно на светлой лошадке. Вот эта красота, опять же, с косичкой. Но тут-то хотя бы все понятно, вопросиков у нас нет. Так что все, хаффты у нас больше не единственные, кто может носить такую прическу. Это все, что касается фризов, стоимость каждой такой лошадки. Подождите. Подождите, я немножечко не поняла. У нас сейчас почему-то ценник. Обычная прическа за нолеска. И шишки с косичкой за нолеска. Что? Подождите, подождите. Это надо... Стоп, серьезно? Подождите. Неужели разработчики одну прическу решили делать бесплатной, чтобы можно было делать на соревнования? Это глюк? Или это только... Это глюк, или это только особенность фризиков? Что? Здесь все по 19. Я не поняла. Я не поняла. Кто еще не понял, ставьте лайк. А как это? А как это? А как это? База. И не база. Стоимость не меняется. Серьезно, ребята, проверьте. Может быть, я одна такая, но вот я вижу. Вы видите, что ценник не меняется. Шишки у нас сейчас бесплатные на фризиков. И вот непонятно, то ли это баг, то ли не баг, то ли специально так сделаны. И, возможно, в будущем разработчики дадут возможность бесплатно менять стрижки между обычной базовой стрижкой и между одними шишками. Потому что, в принципе, ССО, я думаю, даже разработчики знают, что конный спорт в ССО очень популярен, очень развит и не стоит на месте. А это значит, нужно менять стрижки. И, на самом деле, давно были разговоры со стороны игроков, чтобы разработчики дали возможность либо покупать стрижки за шиллинги, либо чтобы их можно было купить на лошадь, к примеру, как стрижки персонажа, и они бы оставались у вас в конюшне, у парикмахера конюшней. Как-то так. Ну, вот, возможно, что-то такое уже грядет. Ну, а на этом, как я и сказала, обновление не подошло у нас еще к концу. Нам завезли новые костюмы, новые сеты. Это очень интересные, по-моему, барочные. Да, два барочных сета. Один мятный, другой беленький. И впервые у нас появилась вуаль. Очень редкая вещь, скажем так, в принципе, в играх. И тут она у нас появилась. И, насколько я помню, возможно, будет еще точно такая же белая, но, видимо, чуть попозже. Итак, первый комплект, давайте посмотрим, мятный. Называется комплект зеленого-золотого очарования. Оттенки очень приятные. Я довольно радую глаз. Единственное, непонятно. У них одна пара перчаток на два комплекта. Ну, смотрится это, конечно, очень смешно. Ритузы и панталоны в моде. Да. Но, в принципе, прекраснейшие узоры. У нас еще и бантик сзади на цилиндре. Моему персонажу данный комплект не подходит по цветовой гамме, но я уверена, что найдутся игроки, которые идеально будут носить этот сет. Что касается снаряжения, здесь у нас тоже есть добавление, но какое-то полусуженное. Нам добавили один комплект золотого очарования. И в этот комплект входит два вальтрапа. Один для выездки и один вот такой барочный. То есть получается... А, еще две вот уздечки. Два вида нагавок. У меня фриз не может их носить. И одна сумка. То есть как-то странно. Два комплекта одежды, одни перчатки. И, по сути, один сет просто с разными элементами. Ну, не знаю. Посмотрим. Ладно, сейчас второй комплект одежды. Это белый-черный... Черно-белый, извиняюсь. Цилиндр. Такой белый фраг. Черные штанишки. Черные ботиночки. Те же самые белые перчатки. И нам добавили еще карнавальную маску. Такая вот. Она из кружева. Но она из зелененького сета. Да, она была к зеленому сету. Или же... Нет. Пиджак. Золотого очарования. Зеленого очарования. А, не, тоже. А, у нас комплекты золотого очарования. Только один зеленый, а другой черный. Почему ты называешься черный пиджак, если ты целиком белый? Я не знаю. Как-то со стороны. Но ты же... Ой, это смешно. Смешно. Не, ну серьезно. Почему? Он белый, но называется черный. Спасибо, что вы хотя бы его по фильтрам не запихнули в черный. Так что запомните, ребята. Он белый. Он белый. Он есть белый фильтр. Но называется почему-то черным. Давайте все-таки сеточку. Ну, сеточку я покупать точно, однозначно. Не собираюсь. Все остальное тоже. Но выглядит прикольно. Прикольно. Не хватает еще костюма Петра Первого и всех вот этих вот пышных в платье. Будет вообще отлично. Да и вообще, разработчики, добавляйте платье. Добавьте, пожалуйста, платье. Никто не говорит, что мы будем на них фоткаться в седле. А лучше добавьте еще и дамское седло. Это будет очень круто. Мы сможем проводить фестивали винтажного конного спорта, винтажной выстки. Или, к примеру, добавьте, пожалуйста, что-нибудь уже уж с русской охотой питомцев в виде борзых. Будем восстанавливать разные конные традиции в игрушке здесь. По питомцам ничего нового. Снаряжение посмотреть я не могу на этом фризе. Он ничего носить на себе не может. Я надеялась, что разработчики добавят возможность носить новые вальтрапы и седла этим фризиком по выходу своих новых братьев. Но по итогу все равно нет. Единственное, я могу показать вам вот эту уздечку. Очень симпатичная. С камушками и с цветочком. Моему фризу она, правда, не нравится. Не зашла ему. Хочется себя снять. А вторая барочная уздечка вот такая вот. Ну что ж, очень красивая. Мне нравится. Но, опять же, покупать не буду. Я такие уздечки ношу очень редко. Вот, пожалуй, и все, что связано с магазином. Продолжаем наш просмотр обновления. Путь лидеров. Я не знаю, почему она так называется. Я бы называла это путь ежедневных заходов, ежедневных забот, но не путь лидеров. Объясняю. Это ежедневный вход в игру, но немножечко переработай под ежедневную рутину. Выполняйте разные дела. Ищите коллекции. Собирайте бабочек. Собирайте светлячков. Крафтите. Собирайте мусор. Цветочки. Все, что можно, собирайте, подбирайте, и вы сможете прокачивать путь лидеров. Причем, смотрите, этот путь называется путь зари. То есть, он до 4 сентября. Здесь очень классные вещи. И жалко, их нельзя на себе посмотреть. Но вот эти вот бежевые кроссовки, перчаточки, оранжевый берет. Этот сет называется рабочий. Или как он называется? Цветер с переходами цвета и коричневый кожаный плащ. Он никак не называется. Хотя, по факту, это один единый сет. Но каждый предмет этого сета выглядит по-разному. Но то, ради чего я прокачаю этот сет до конца, это золотые серебром серьги в виде мечей. Вы посмотрите, какие они классные. Здесь очень много плюшек, порошок странствий. Купон на бесплатные изменения внешности. Он мне не нужен. Так, а вот сверкающий самоцвет. Интересно, зачем он нужен? Купон на 7 дней ухода за лошадками. Позволит вам немножечко сэкономить на уходе. Семена, чтобы можно было кучу собирать. Банка мудрости для лошади, причем несколько раз. Опять же, камушки. Свет мои вещи принеси. Если что, это ваш переносной гардероб, с помощью которого вы можете открывать свой шкаф где угодно. Купон опять же на 7 дней за уходом, печеньки, банка мудрости, очки в круглой оправе. Мне нравится. Посмотрим, как быстро он прокачается. Я, правда, не хотела засиживаться на своем аккаунте. У меня есть дела и на дополнительных аккаунтах. Это все равно очень интересно. Новая система. И это не связано с ежедневным заходом. Нет, конечно же, вы будете ежедневно получать свои ежедневные очки в размере 450 очков. Вот я их уже получила. Текущий этап первый. Ну вот интересно, вот каково человеку, игроку с 25 уровнем, который собрал все коллекции. Не вспомню, где они. Все коллекции. Вот только если звезды еще где-то поискать. Но я думаю, они в зимней деревушке. Собрал всех паучков. Собрал все воспоминания и фотографии токена. Вот сейчас мне стало обидно, что все-таки я это все собрала на основном аккаунте. А так можно было бы очень хорошенько прокачаться. Но мои знакомые уже скинули некоторые списки. Они очень интересные. Я хочу безумно попробовать, сколько же очков они будут давать за сбор всякой всячины. Поисков животных. Ну и выполнение ежедневной рутине на вашей конюшне. Ну а на этом обновление подошло к концу. Что же ждет нас на следующей неделе? А на следующей неделе нас ждет продолжение сюжетки. А вернее, пора потренироваться с друидами. Видимо, все в том же самом друидском загоне. Но кто знает, может быть и нет. Может быть для нас откроется какая-нибудь новая мини-локация или новый загончик для тренировок. Я бы, если честно, очень хотела, чтобы это был загон около фермы Дью, чуть ниже трактора. Вот тут у нас под горлой находится гигантский загон, который нигде не упоминается и не участвует ни в каком сюжете. Старстый был онлайн. Ну а на этом все. Обновление подошло к концу. Спасибо, что посмотрели его. Ставьте лайки и пишите комментарии, что вам больше всего понравилось в этом обновлении. Я не сомневаюсь, что, конечно же, фризы зацепили вас. Вне зависимости от того, насколько сильно вы их любите или не любите. Но все равно очень интересно послушать и узнать ваше мнение. Ну а на этом все. Я с вами прощаюсь. Не забывайте тренировать своих лошадок, чистить их, а также угощать морковкой. Всем пока. Удачи вам. Ну и до встречи в следующем видео. Все. Сейчас все постоянно будут бегать на этих фризиках. Ну а я думаю, я куплю их чуть попозже. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok